Наверное, вы уже соскучились, поэтому наш следующий сюжет Переправа на Гондоли через Большой канал В районе Палаццо Гритти, в районе от Дарсадура до Сан-Марко От причала, который находится позади улочки Дарсадура, ведущей к Санта-Мария-дель-Салюта А на том берегу нас ждет Палаццо Гритти и церковь Санта-Мария-дель-Джили Святая Мария-дель-Джили Вот у нас ноги гондольера перед нами Вот Большой канал выходит к Сан-Марко Там впереди мы видим опять церковь, где служил Вивальди Потому что белый квадрат – это хороший ориентир Потихонечку становится видна из-за угла Этот угол – это бывшее здание монастыря Святого Григория, деконсекрированного в наполеоновские еще времена Вот это вот отель Центурион, очень-очень многозвездочный Вот отсюда мы отплыли от берега Дарсадура Там у нас вдалеке виднеется мост Академия По которому мы, не будь такие ленивые, могли бы перейти ножками-ножками Не очень далеко Вот мы видим Пегги Гугенхайм Которой хватило ума не достраивать гигантский палаццо От которого первый этаж был уже построен, когда она купила Рядом с Пегги находятся в лесах Кадарио, приносящие несчастье Рядом с ним палаццо Барбара Соколов На дублевое заканчивается Вот пропнуло такси Вот остановка в аппарате, которая называется Джильо Не упускаем из виду мост Академия, то есть это хороший ориентир А вот палаццо Гритти, где у нас, как мы помним, жила Сьюзан Зонтек Бродский я здесь навещал Вот это вот тот берег, который Сан-Марко А вот уже у нас церковь Салюта постепенно открывается вся Мы только что смотрели, как церковь Салюта выглядит изнутри Вот гондола за 90 Мы переправляемся, как вы помните, на гондоле за 70 копеек Ну, то есть 70 копеек для пацанов Для всех 2 рубля Но, тем не менее, 2 рубля это не 90 и даже не 80 Вот мы прибыли Мы прибыли Салюта стала видна практически вся А запретить плавать на гондолах по большому каналу Это все равно, что запретить в Москве ездить в метро Переправа гондольная через большой канал Существует порядка 1200 лет А традиции такой давности в Венеции редко отменяют Отвергают запрету Вот сейчас у нас столпилась очередь на выход Мы рассматриваем кафе Паладзо Гритт Сейчас мы начнем покидать это судно На причале Санта-Мария Эль-Джильон То есть Лильон Вот видите, Варламов уже покинул Так, сейчас Ну, потому что, конечно, ему фотографируют Не просто так Хорошо Так, вот сейчас вы можете быть свидетелями замечательного Зречи падения Падения в воду Нет, не получилось Не получилось Не поверите Не поверите Все кончилось хорошо Вот здесь терраса Тошниловка Гритти А вот сейчас посмотрим путь, который мы проделали Вот этот долгий, долгий двухевровый путь через воду Вот здесь причал со стороны Санта-Мария Эль-Джильон Со стороны церкви Там причал со стороны Дорсадуру Со стороны Рибенхайма Салюта Вот, кстати, салюта Вот развивается синий флаг Дворца Гритти А впереди нас ждет Нас ждет церковь Санта-Мария Эль-Джильо С неописуемой красоты барочным фасадом Который уставлен статуями членов семейства Барбаро Как мы помним, самый ближний член семейства Изображает и актера Сергея Юрского Изображает очень похоже Вот позади Джилье Мы видим нависающую такую страшную Страшную желтую задницу Это, как мы помним, колосники И задний фасад театра Феничи Если снести вот этот дом Который нас от него заслоняет То мы бы увидели, что там есть причал Для приплывающих вечером в театр На гондолах Что бы не сказать на гондолах То есть по-итальянски, конечно, гондола Но по-русски гондола Потому что должно сохраняться Ударение в том же месте Где в слове гондон Вот здесь такие небольшие Уютные тошниловки Которые забыли предупредить Что в Италии предприятия питания Закрываются на обед Это, в общем, хороший индикатор Чем отличается правильный Итальянский и вообще Средиземноморский ресторан От туристического говна Правильный ресторан Закрывается на обед И вообще правильный ресторан Открывается в семь вечера Потому что у него шеф У шефа стиль И если шеф этот стиль дает От семи вечера до последнего посетителя То никаким чудом этот шеф Не может обслуживать посетителя Еще в какое-то другое время Ну что, подойдем к Джилье Посмотрим в честные глаза Актера Сергея Юрского В роли сенатора Барбару И на этом закончим историю С переправой через Джилью И попрощаемся до следующих Каких-нибудь прогулок Потому что в этой церкви Хоть она, как мы видим, и открыта В этой церкви На мобильную связь Рассчитывать не приходится Вот этот Сенатор Маринус Барбару Такой очень Серьезный и сосредоточенный Джентльмен С лицом Юрского А вот уже Видите, этот дом, который мы так и не успели снести Окончательно уже закрыл от нас Задник Ле Фенича И вот еще В качестве бонуса Посмотрим на королевского пуделя Давненько я не встречал в Венеции Королевских пуделей Поэтому Не откажем себе В этом удовольствии Видите, какой он прекрасный Все, на этом мы Заканчиваем нашу Текущую серию Ждите продолжения Ба-бай Виснет на талет только у вас